Я не знаю, что сегодня такой великий день и что меня так будут принимать. Я сказала, когда мне позвонила Елена Генриховна и спросила, какую тему я хочу заявить, я сказала, давайте я такую вот тему язык национальной безопасности. Мне кажется, это очень актуально. И я знаю, что не так много людей этой темой занимается. Во всяком случае, я не знаю, кто бы делал то же самое, что я. Я случайно на нее вышла. Мне кажется, что как-то громко слишком, нет? Нормально? Я как-то не вышла на нее случайно, но даже я бы сказала, по сложности характера какой-то определенной. Сейчас расскажу, как это получилось. Но теперь я ее увлеклась, и мне она интересна, потому что она ни на что предшествующе не похожа. Она как бы и не методика, и не филология, и не лингвистика, а вот жизнь наша, особенно сейчас, когда так это все стало важно. Ну, такое маленькое вступление из другой оперы. Меня спросили, вы будете сидеть или стоять? Вот Елена Генриховна меня спросила. Я сказала, я буду стоять. Потому что как-то я всегда привыкла стоять. Когда я читаю лекции студентам, я стою, там кафедра есть, и я там стою и читаю лекции. Но поскольку у меня есть репутация в сфере межкультурной коммуникации, вполне честно мною заслуженная, потому что я горжусь тем, что именно мы в 1996 году по нашей инициативе Министерство образования заменило специальность иностранной языки на название «Лингвистика и межкультурная коммуникация». Когда мне пришлось написать свою книжку «Язык межкультурной коммуникации», потому что, о которой сейчас хорошо известно, куда я езжу много везде по стране, и там все ее знают, потому что все так испугались, особенно школьные учителя в далеких провинциях присылали отчаянные письма, что это за зверь, чем его едят, что это за такое межкультурная коммуникация, где наши родные иностранные языки. Я объясняла и объясняла всем, и в конце концов сама поняла, что это такое, потому что когда много объясняешь ученикам или тем, кто не знает, что это такое, то и сам начинаешь понимать. Я вам поэтому расскажу одну историю, связанную с межкультурной коммуникацией. И очень сложная эта вещь, межкультурная коммуникация, потому что все культуры такие разные, сколько ты их не изучай, все равно попадешь в просак и что-нибудь делаешь не то, а что от тебя ожидают. Короче, я была в Японии, читала там лекции. Ну, Япония, конечно, другой мир, другая культура, я ко всему была готова. Но началось все с некоторого фиаско, потому что я пришла читать лекции на факультет международных отношений в университете Хоккайдо в городе Саппора. Первый раз. Ну, встала, бумажки разложила. Я сказала что-то такое. Лекции шли на английском языке. Я сказала, здравствуйте, вот я. Пришла вам прочитать лекции вот на такие-то темы. Меня вдруг перебивают на второй фразе. И говорят, сядьте, пожалуйста. Сиддай, он, плеис, говорит. Я говорю, в каком смысле? А вот в таком же сядьте вот и читайте сидя. Я говорю, вы знаете, вы мне извините, но я вот привыкла как-то вот стоя. Нет-нет, вы, пожалуйста, сядьте. Очень настойчиво. Уже я тут подумала, вот если бы к нам приехал иностранный лектор из другой экзотической страны, сел бы на стол, скрестил бы ноги на столе и начал бы читать лекцию. Кто-нибудь сказал бы ему, слезьте со стола, встаньте. Никогда. Особенно если бы он сказал, пожалуйста, можно я буду? Я привык так. У нас потому что, ну, гость. О том всем интересно, что он читает не как все нормальные люди, а вот так как-то странно. У нас совершенно другое отношение. Мне пришлось сесть, что сделал на меня глубоко несчастный. Потому что аудитория была не такая, как тут, амфитеатром. Она была плоская, ровная. Сидели на ней многочисленные, на ней, не на аудитории, но в ней сидели многочисленные японцы, которых я видела только первые два ряда, потому что она была ровная, и они все друг за дружкой сидели. Все они выглядели для меня совершенно одинаковыми. У них был одинаковый цвет волос, одинаковые прически, одинаковые лица. И читать вот этому какому-то первым двум рядам я не могла установить то, что называется eye contact, вот глазной контакт. Я сейчас, я люблю устанавливать глазной контакт с задними рядами, потому что люди, которые приходят и сразу садятся на нас в последний ряд, когда много мест в начале, это значит, что они вообще-то может будут заниматься своими делами, что это, как сейчас принято говорить в английском языке, challenge. Это такой вызов мне, мне надо заставить их отвлечься от того, чтобы делать второй язык во время моей лекции или еще что-нибудь и слушать меня. Поэтому с японцами глазной контакт был установить нельзя. Кроме первых двух рядов я ничего не видела, они сидели друг за дружкой. Примерно минут через 20 половина аудитории закрыла глаза. Я думала, погрузилась в глубокий сон. Но потом мне объяснили, что наоборот, это высшая степень концентрации, это они в гармонии с лектором и тому подобной глупости, которым я не верила, потому что думаю, а зачем им закрывать глаза-то? Это очень удобно. Никто никогда не узнает, заснул он там или у него состояние гармонии с лектором. С трудом, да, дочитав до конца кое-как, ну, потом я, конечно, что-то там пришла в себя немножко, но все равно осталась какой-то расстроенной, обиженной и с конфликтом культур. Через 15 минут у меня была следующая лекция. Все было то же самое. Такая же плоская аудитория ровная, такие же абсолютно одинаковые люди сидели везде. И я сказала, что да, я знаю, что у вас надо сидеть лектору, но вот у нас я привыкла стоять, я уже много лет преподаю, и вот я люблю стоять. И что-то в таком духе. Меня перебили снова и сказали, вот нам очень приятно, что вы посмотрите наши традиции, вот сядьте, пожалуйста, и читайте свою лекцию. После чего мне пришлось сесть, уже более, так сказать, я уже была готова прочитать. А потом я, когда вышла, я нашла, там были иностранные преподаватели, которых я спросила, которые, некоторые из них уже давно преподавали, знали японский язык. Культурология и вот эта межкультурная коммуникация, это такой расплывчатый предмет очень. И очень полезно его поверять языку. Я всегда говорю, поверять за Пушкиным. Помните, алгебра и гармонию поверил. Не проверил, это как-то было бы очень, как-то прагматично, проверил алгебра и гармонию. Вот я поверяю все культурологические изыски языком. Если язык отразил, значит, это правда. Это единственный, более-менее объективный параметр. Вот. Я говорю, а что у них там в языке? Есть что-нибудь подтверждающее? Что за глупости? Почему нельзя? Мне сказали, объяснили сначала, почему нельзя стоять. Потому что, если я стою, я противопоставляю себя коллективу, который сидит. А у них коллективистская культура, как известно. А более того, я их подавляю, я смотрю на них сверху вниз. Я противопоставляю, подавляю, смотрю сверху вниз, и это все очень плохо. Это значит, что я вообще плохой человек. Я говорю, ну вообще, у меня, например, впечатление, когда я в своем преклонном возрасте читаю лекции первокурсникам, которым там 17 лет, у меня совершенно нет ощущения, что я их подавляю. Наоборот, у меня впечатление, что они сидят, как бары, бары не такие девушки, а я их обслуживаю, стою на ногах, и им читаю лекции. Они сидят и делают, что хотят. Что им в этот момент надо, то они и делают. Гораздо более свободны, чем я. Так что это я не приняла как тезис по давлению и противопоставлению. Но я спросила, есть ли что-нибудь в языке. Мне сказали, да, да, есть. Очень яркие пословицы. Одна из них, как потом выяснилось, очень распространенная. Торчащий гвоздь забивают. Вот я была торчащей гвоздь. Понимаете? Вот они все сидели, а я выделялась из коллектива. А вторая пословица, она более островная, поэтому она мне больше понравилась, но она менее популярна. Я же говорила, вам последний ряд приходит, чтобы делать задание. Вот я уже вижу, кто пришел и уже успешно делает задание. Поэтому глазной контакт с последним рядом – это великое дело. Так вот, вторая пословица такая. Торчащую сваю волны бьют. Но торчащий гвоздь с тех пор я встречала много раз. Это как с иностранными словами. Знаете, живешь очень хорошо, не зная это слово. Потом выучил какое-нибудь слово, оно у тебя начинает беспрерывно попадаться. Попадается, и ты думаешь, как же я раньше жил, его не знал. А вот теперь узнал, и вот оно и попадает. Так же у меня. Это вот такая присказка, совершенно не имеющая отношения к нашей теме. Но поскольку меня спросили, вы будете сидеть или стоять, я все это вспомнила и сказала, я буду стоять, буду подавлять зал и смотреть на вас сверху вниз. Тема у нас необычная. Согласитесь, язык национальной безопасности. Но сейчас национальная безопасность это что-то такое самое главное. Мне кажется, будущее человечества зависит от того, сможем ли мы обеспечить национальную безопасность. И у нас в МГУ есть уже давно, лет 10 тому назад открылся какой-то институт национальной безопасности. Возглавляют его отставные генералы КГБ и вообще всякие силовики там. Занимаются чем-то загадочным. Но раз в году они проводят конференции, на которые съезжались силовые же структуры со всего мира. Там было и НАТО, и всякие там МАИ-5. В общем, со всех стран приезжали люди, которые отвечают за национальную безопасность. И каждый раз приходил приказ ректора. Я была деканом, сейчас я президент называюсь уже два года, а перед этим 24 года я была деканом. И я получала как декан такой приказ, где было написано, кому что делать во время международной конференции. Комбинату питания обеспечить питание, начальнику общежития обеспечить общежитие, а вот декану Торминасовой обеспечить переводчиками. Мы обеспечивали. Это была хорошая очень практика, все были довольны. Но в какой-то прекрасный день у меня было плохое и сколочное настроение, и прочитав этот приказ, я подумала, что это я там где-то между общежитием и кабинетом питания. И я написала письмо ректору, что мы обеспечим переводчиками, да, но вообще-то у нас еще есть наука, очень важная, важнее которой нет ничего. Мы изучаем языки. И поэтому я хочу выступить в составе этой конференции на тему язык и национальной безопасности. Это было, не знаю, за пять дней до начала конференции, и я подумала, что до следующего года меня никуда не включат, уже программа готова. А тут я за год я что-нибудь придумаю. И на следующий день я получила от бывшего генерала КГБ, который был начальником этого института, директором. Есть, кстати. Такое письмо, что да, мы получили, нам очень интересно, мы вас включаем в пленарный доклад. Вот тут мне не оставалось ничего делать, кроме как написать немедленно доклад, выдумать его как-то. У меня было очень мало дней. И так это все началось, а потом теперь каждый год у нас бывает своя секция на этой конференции, которая называется «Язык национальной безопасности». И к нам приходит много интересного народу. А теперь, когда я вас так вот как-то заинтересовала, я надеюсь, заинтриговала, я хочу начать эту тему. Ну, о национальной безопасности думают все сейчас и всегда, наверное, но мы будем говорить про сейчас, потому что сейчас особенно, потому что глобализация как противоречивое явление с одной стороны дала нам спасибо тем, кто называется «сайентис», вот этим самым ученым великим, физикам, математикам, которые придумали такие средства коммуникации, такие средства общения, которые превратили нас в глобальную деревню, когда нажимаешь кнопку, и ты можешь в любую секунду не просто разговаривать с кем-то, а уже и видеть, и слышать, и я думаю, что это не конец, уже мы сможем потом и обонять, и осязать, и вообще все чувства будут задействованы, нет пределов совершенства. И, казалось бы, вот сбылась мечта человечества. Все могут жить одной семьей, одной радостной общиной и решать все проблемы вместе. Но, как вы знаете, ничего из этого пока что не получилось в том смысле, что, наоборот, в каком-то смысле опять язык, потому что глобальная деревня не может существовать без глобального языка, должен быть общий язык. На эту роль претендует сейчас вполне уверенно как международный язык, язык международного общения, английский язык. Но получается, что для того, чтобы жить все вместе в мире, все вместе строить, лечить, работать, учиться и так далее, всемирный университет, всемирное гражданство, замечательные перспективы, но для этого мелочь одна мешает. Нужно отказаться от национальных языков и культур и всем перейти на глобальный. Желающих пока что нету. Отказаться даже у самых маленьких языковых сообществ нет желания перейти на другой язык и так далее. Но это другая тема. Это судьба национальных языков и культур в эпоху глобализации. Тоже очень интересно.